В свои 11 лет Валерия Гончар прославила наш город на всю страну. Девочка победила во всероссийском конкурсе благотворительного проекта МТС «Поколение М». И подарок получила очень неожиданный, но приятный. Мальчишки и девчонки, а также их родители, веселые истории, увидеть не хотите ли? Когда экран телевизора загорался голубым цветом и на нем появлялся задорный мальчишка с вывеской «Яролаш», не только дети, но и взрослые спешили посмотреть новый выпуск веселого киножурнала. Основатель этой любимой всеми программы Борис Грачевский стал для многих ребят не только настоящим кумиром, но и открывал путь для реализации своего творческого потенциала. Артистизм нашей землячки Валерии Гончар, а именно ею прочитанное стихотворение про кота, впечатлил Бориса Грачевского из строгой жюри благотворительного проекта «Поколение М». В воскресенье за чаем мы собрались неспроста. Всей семьей отмечаем день рождения кота. И красив, и мил с обою, непослушный рыжий кот, ежедневно рвет обои и мурлычет ровно год. Ест Василий очень много, вискос ест и ананас, как за пазухой у Бога проживает кот у нас. Видеоролик с Валерией был удостоен лайка самого Бориса Грачевского. Лере присудили первое место и предложили приехать в Москву на съемки известного комедийного журнала «Яролаш». Я не знала, я была очень сильно рада, это была неожиданность, прям эмоции переполняли, прям прыгала на месте от счастья. А началось все с того, что ее мама Екатерина Гончар узнала о сайте «Поколение М», где дети со всей страны могут размещать ролики со своими творческими выступлениями. При этом каждый лайк в адрес юных талантов превращается в баллы, те в свою очередь в реальные рубли, которые идут на помощь тяжело больным детям. Мы репетировали с ней, какие движения делать, потому что она не просто рассказывала свое творение, она жестикулировала, она показывала мимикой радость за кота или веселость, пальчиком грозила где-то на определенных словах. Поэтому все эти мимические жестикуляционные действия, они ей помогли выиграть этот конкурс «Кидс в Краснодаре». И, наверное, видимо, из-за этого видео Борис Грачевский оценил ее. У Валерии с самого детства был заметен талант к актерскому мастерству. Недаром все эти годы девочка занималась в театральном кружке городского дома культуры, считает ее мама Екатерина. Помимо занятий творчеством, Лера увлекалась гимнастикой, бисероплетением, рисованием. С восьми лет у девочки появилась любовь к английскому языку, немного позднее – к японскому. Валерия не оставляет заветную мечту о больших съемках. И она уверена, что все ее знания, умения и увлечения будут для этого хорошим подспорьем. Лера надеется, что Яралаш станет для нее звездной лестницей, ведущей в мир большого кино. А поддерживать девочку во всех начинаниях будут ее родители – Екатерина и Станислав, и младший брат Никита. Поездка в Москву состоится уже в ноябре, а пока юная звезда усиленно репетирует новые номера и рассчитывает на успех.